Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Фиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о выращивании томатов от А до Я. Начнем с выбора сортов. Что выбрать? Сорт линейный или сорт гибридный? Гибридные сорта на упаковках обозначаются буквочкой F1. Выбрать не сложно между этими двумя типами сортов. Если у вас условия идеальные для выращивания томатов, если вы можете каждый день обеспечить им самые лучшие условия, в этом случае выбирайте сорта гибридного типа или, как в народе их называют, гибриды. Если же у вас средние условия, вы не уверены, что можете полностью обеспечить томатам все, что им необходимо. Если бываете на даче на участке наездами по выходным не каждый день, то отдайте предпочтение сортам линейного типа, то есть просто сортам, у которых нет обозначения F1. Для того, чтобы быть уверены, что вы вырастите здоровую рассаду, обязательно проведите обеззараживание семян, заселение семян конкурентной микрофлорой и обеззараживание почвы для выращивания рассады. Для обеззараживания семян выберите тот эффективный способ, который вам больше всего подходит. Это может быть хлоргексидин, это может быть метиленовый синий, бриллиантовый зеленый, настой чеснока или сок алоэ. Для того, чтобы обезвредить почву, используйте только пропаривание или прокаливание. Не верьте в марганцовку или в йод, форма йод или еще что-то такое. Это неэффективно. Для того, чтобы обеспечить семена конкурентной микрофлоры, которая будет бороться с различными возбудителями болезней, заселите их фитоспорином или другими препаратами, содержащими сенную палочку. Если у вас есть под рукой препараты, содержащие триходерму, они тоже подойдут. Но будьте внимательны при смешивании препаратов, содержащих сенную палочку и триходерму. Они не всегда совместимы. Обязательно проведите профилактику черной ножки. Для того, чтобы сделать профилактику черной ножки, всего-то рассаде нужно тепло, светло и сухо. Черная ножка живет там, где дует из подоконника холодным воздухом, где переуглажненная почва и не хватает тепла и света. Если ваша рассада вытянулась, это означает, что ей слишком тепло и слишком мало света. Регулируйте эти параметры. Ни в коем случае не подкармливайте гуматами, как некоторые советуют. Это очень плохо. Только свет, тепло и количество влаги. Пикируйте томаты правильно. Для того, чтобы отпикировать томаты, вам понадобится правильная посуда. Это могут быть горшочки, это могут быть спонбондовые стаканчики. Но помните, что рассада в начале своего роста и развития любит маленькие размеры стаканчиков. Они предпочитают сидеть в маленькой посуде, чтобы корни успевали как следует обрасти корневой ком. Лучше сделать несколько пересадок. Сперва в маленький объем, а потом в большего размера. Одновременно вы заглубите стебель, что даст возможность развиться дополнительной корневой системе. А излишне вытянутые ростки смогут уменьшить свою длину за счет заглубления. Опасайтесь улиток, приготовленных из пластика, не предназначенного для контакта с водой. Пластик способен выделять значительное количество токсических веществ и в воду, и в почву. У нас и так окружает слишком много токсических всяких веществ, чтобы еще насыщать этим наши растения. Для надежной приживаемости рассады в открытом грунте обязательно проводите ее закаливание. Это очень важно. Закалка рассады и правильные подкормки, то есть обеспечение перед стрессом пересадки растений всеми необходимыми питательными веществами, является залогом хорошей приживаемости и нормального роста прижившейся рассады. Но прежде чем высадить рассаду в теплице, проведите обеззараживание. Использование перекисных отбеливателей, таких как персоль, бос и другие, в состав которых входят пербораты или перкарбонаты, являются прекрасной альтернативой для различных дезинфектантов. Они дешевы, они эффективны и они экологически абсолютно безопасны. Перед посадкой рассады обязательно заправьте грунт комплексным удобрением. Это позволит рассаде питаться правильно, гармонично, наращивая необходимую вегетативную массу томата до срока начала цветения. Томат должен находиться в вегетативной фазе. Для того, чтобы почва избавилась от фитопатогенов, дополнительно при перекопке внесите туда триходермин, либо фитоспорин против вредных насекомых, внесите туда метаризиум грипп, например, в составе препарата метаризин. А от нематоды используйте октофит, а также в течение вегетационного сезона делайте настои бархатцев, подкапывайте бархатцы, мурчируйте бархатцами, потому что нематода очень не любит эти растения. Для профилактики фитофторы сделайте изоляцию почвой от растений. Вы можете застелить спонбонд, а также применить различные типы мульчирования. Я предпочитаю спонбонд. Вы можете высаживать рассаду в ямы, либо в траншеи на бочок. Все зависит от ваших местных условий. Если почвы у вас легкие, легко влагопроницаемые, у корневой системы есть шанс вырасти глубоко в глубину и добраться до влажного слоя. В этом случае посадите рассаду заглублением. Но помните, что заглубление рассады при посадке на постоянное место отодвинет сроки наступления плодоношения на 10 и даже более дней, до 2 недель. Если вы укладываете рассаду в траншеи на бочок, это необходимо сделать в том случае, если почва у вас хорошо, влагообеспеченная, тяжелая, глинистая. Надежды на то, что корни прорастут достаточно глубоко нет, потому что такие почвы на глубине, как правило, холодные. И корневая система томата у вас сформируется скорее поверхностной. От этого зависит и режим полива. Если вы уложили растение на бочок, вам необходимо делать верхний полив. И обязательно оберегать ваше растение от брызг почвы, потому что именно они тоже являются источниками различных болезней томата. Если вы посадили томаты с заглублением и надеетесь на глубокое развитие корневой системы, в этом случае необходимо организовать нижний полив, например, через бутылки от воды, от каких-то других жидкостей. Это сделать очень легко. Для выращивания большого урожая томата в своей вегетативной фазе он должен нарастить большую вегетативную массу, которая впоследствии будет питать большой урожай плодов. В этом случае после высадки рассады начинайте ее кормить преимущественно азотными удобрениями. Это позволит нарастить сильную вегетативную массу. С появлением первой кисти прекратите подкормки азотом практически полностью. Увеличьте дозы удобрений, увеличьте концентрацию раствора и переведите подкормки на фосфорно-калийную основу. Это будет способствовать переводу томата в генеративную фазу и не позволит растениям жировать. Они будут преимущественно цвести и плодоносить. Для лучшей завязываемости томата используйте правильно борную кислоту и важные агроприемы увеличения количества завязей. Это проветривание и другие агроприемы. Для профилактики и борьбы с фитофторой в период цветения и завязывания плодов используйте биопрепараты на основе сенной палочки и на основе триходермы. Если эти препараты вам недоступны, либо риски возникновения фитофторы велики, используйте также способ борьбы с помощью куркумина, то есть цельной куркумы. Делайте настойку на водке, разводите, разбавляйте и обрабатывайте. Вы можете использовать все три способа борьбы с фитофторой, куркуму, фитоспорин или другой препарат на основе сенной палочки, либо триходерму, чередуя их каждые 10-14 дней. Для того, чтобы улучшить вкус томатов, делайте фосфорные и калийные подкормки. Продолжайте эти подкормки вплоть до окончания срока вегетации томата и снятия последних плодов. Существенно улучшит вкус томата регулярная подкормка опрыскивание янтарной кислотой. Но, проводя подкормки, не забывайте также о небольших дозах азота, это важно. А также, смотрите внимательно, не заблокируйте один элемент питания другим элементом питания. Делайте гармоничные подкормки. Используйте наш калькулятор для расчета количества и доз удобрений. Кроме того, используйте не сильно концентрированные растворы как для опрыскивания, так и для поливов. Правильные поливы подкормка не позволят сформироваться ожогом растений и будут гармонично питать ваши растения вплоть до окончания вегетации томата. В случае засухи используйте не просто поливы водой, а поливы с добавлением уксусной кислоты. Это не только сделает фосфаты более доступными для ваших растений, но также и позволит насытить растения энергетическими молекулами, которые поддержат их во время неблагоприятного периода засухи. От вершинной гнили используйте безазотистые подкормки быстрым кальцием. Используйте азот только в аммонийной форме, то есть только аммонийные удобрения, такие как сульфат аммония. Оно будет лучшим для обеспечения растений и серой, и азотом в период плодоношения. Поливайте томаты правильно, чтобы не вызвать растрескивание плодов и не вызвать образование парности и капелли. В случае, если вы живете в жарком климате, насыщайте растения томата влагой с вечера, потому что именно в этот период они нуждаются во влаге после жаркого дня больше всего. В случае, если температуры у вас в теплице невысокие и нет изнуряющей жары, в этом случае вы можете поливать томаты так же и днем. Но помните, перед закрытием теплицы на ночь, вы должны ее как следует проветрить, иначе будет образование капелли, что вызовет резкий подъем рисков образования фитофторы и массового поражения растения. Для снижения капелли и парности развешивайте в теплице небольшие мешочки, наполненные силикогелем или же наполнителем для кошачьего туалета. Это поможет справиться с этой проблемой. Для ускорения созревания плодов, особенно в случае риска поражения фитофторы, сделайте надрезы на стебли, в основании стебля томата, а также используйте другие способы ускорения созревания налива плодов. Что ж, томат вырастить несложно и очень увлекательно. Наши советы на нашем канале всегда вам помогут это сделать правильно, эффективно и надежно. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!